Всем большой привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Наташа, я очень рада вас приветствовать. Сегодня я нахожусь в гостях у своих родителей. Я решила снять видео именно на улице, потому что нас вроде бы пока радует погода. Я подумала, почему бы и нет. Все-таки у нас лето. Тема сегодняшнего видео, как вы уже поняли из названия, у нас будет про декоративную косметику. Я вот всю косметику положила вот в такой пакетик от Organic Shop. У меня здесь несколько различных продукций, марок. Не терпится уже вам обо всем рассказать. Если вам интересна эта тема, я приглашаю вас к просмотру. Ну что ж, давайте начнем с косметики Кико. Первое, что я приобрела, кремовая помада. Очень комфортная на губах, оттеночек у меня 0,5. Я ее купила по распродаже, как и остальные продукты от Кико. Мне она очень нравится. У нее простое лаконичное оформление, черный маленький тюбик. Цвет у нее, как мне кажется, такой осенний. Я его специально купила на осень. В принципе, на камеру вам сейчас почти правильно передается. Он коричнево-бордовый, вот что-то между. Действительно, очень красиво на осень, особенно если под какое-то черное пальто, под замшевые сапожки. Я ее, конечно, наносила уже летом. Во влоге из Москвы, если вы не видели, то я оставлю вам ссылочку вот здесь вверху. Обязательно посмотрите. Там даже девочка задавала вопрос, что на мне за помада в конце влога. Так вот, это она. Помада от Кико, оттеночек 0,5. Действительно, очень хорошо и крема выносится на губах. Она не пересушивает губы. Я не увлажняю губы перед тем, как использую эту помаду. Если я хочу больше такого, знаете, матового, даже вельветового финиша, то я после того, как нанесла, немножко промокаю губы салфеткой и получается такой вельветовый эффект. Она, кстати, действительно стойкая, хорошо держится. Я ее покупала по скидкам в районе 200 рублей, не дороже. Если вы будете в Кико, на эту линейку крем-липстик советую вам присмотреться. Следующий продукт у нас будет жидкий хайлайтер. Вот в такой вот голубой красивой упаковке. Я так понимаю, может быть, это что-то лимитированное, девочки. Я в Кико не особо ориентируюсь, поэтому, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно послушать вас. У меня это второй оттенок. И давайте раскроем с вами саму коробочку. Внешне он выглядит как тональный крем. У него также имеется вот такая помпа. Достаточно одного нажатия, у вас уже выходит столько продукта, что вам на все лицо хватит действительно. Его можно применять в различных ипостасях. Например, вы можете его вместе с тональным кремом смешивать, и у вас будет такое подсвечивание изнутри. Я так делала пару раз, мне очень нравится эффект. Также я наносила его как хайлайтер именно на выступающие зоны. Мне тоже понравился. Сказать, что он светится прям очень сильно ярко, нет, я не скажу. Это достаточно деликатный хайлайтер, который подойдет на ежедневное использование. Если вы хотите что-то более такое прям насыщенное, то в принципе его можно наслаивать в два-три слоя, и у вас прям будет такое свечение сильное достаточно. Но мне его очень нравится применять именно с тональной основы. Получается такой здоровый, свежий вид лица, увлажненный кожи. Сейчас на лето я не люблю матовый финиш, поскольку кожа у меня сама по себе склонная к сухости очень сильно. Матовый финиш на мне не всегда красиво смотрится, поэтому финиш такой увлажненной кожи очень-очень нравится. Тоже очень хороший объем, 24 мл, так что хватит вам его на очень-очень долго. И третий продукт у меня тоже из этой линейки. Коробка тут немножко пострадала. Кремовые румяна. Оттенок у меня 01. Коробочка очень хорошо тоже упакована, как и там. Все очень красиво выглядит внутри. Внутри вот такая вот баночка с голубой крышкой. И сами румяна здесь вот идут заглушечкой. Очень красивого, такого нежного цвета, который подходит на ежедневное использование. Я металась между двумя оттенками, там было представлено два оттенка. Я сначала первый выбрала, он достаточно темный, знаете, даже немножко сливовый. Но я подумала, что все-таки его не на каждый день можно использовать, и это именно на загорелую кожу будет красиво. Касается ежедневного использования, я вам советую номер 01. Настолько классно подстраивается под кожу, что вы его просто вот не видите. Вот такое ощущение, что у вас просто такой классный естественный румянец. Я, кстати, вот такие румяна наношу вот такой вот кисточкой. Мне очень удобно это делать, несмотря на то, что здесь у меня немножко есть маленькое углубление для тонального крема. Но тональный крем такой кистью я не люблю наносить. А именно румяна немножечко туда залез, и прям на щечки. Очень клево. Растушевывает кисть отлично. Я ее заказывала с Алиэкспресс. Я постараюсь найти вам ссылку. Если я найду, обязательно оставлю в описании. Но точно не обещаю, девочки. Так что сильно на меня не ругайтесь. В любом случае, пальцем туда не очень удобно лазить. Во-первых, у меня ногти. Во-вторых, ну и микробы тоже разводить не хочется. Поэтому с кисточкой они работают супер. Если вы выберете для себя удобную кисть или спонжик, то обалденные. Качество у них суперское. Они растушевываются просто мгновенно. Больше всех вам, наверное, советую. Из всех трех, что я купила. Потому что он действительно очень-очень классный. Так, дальше давайте поговорим с вами про два белорусских продукта, которые я тоже недавно приобрела. Первое это у нас от Люкс Визаж. Масло для губ вот такое. Называется оно, по-моему, то ли Тутти Фрути, то ли Кокосово. Я вот точно не помню. К сожалению, очень некачественно сделана вот эта гравировочка. Она у меня буквально через два дня вся слезла. После того, как я его между пальцами поюзала. Само по себе масло очень классное. У него очень хорошая, приятная текстура. Она как будто бы тает на ваших губах. Губы не липкие, несмотря на то, что у него такая консистенция. Достаточно плотная. Не совсем как у масла. То есть это не то, как, например, кокосовое масло вы нанесете на губы. Оно быстро как-то исчезает с губ. Здесь очень долгий эффект. Такой долгоиграющий, можно так сказать, пластинки. Я люблю его наносить и в течение дня, и также на ночь. Он очень здорово питает, напитывает губы. Такая щеточка-спонжик, который вы наносите. Никаких претензий нету, кроме того, как вот упаковочка. Плохо пропечатаны были все названия. У нас в городе оно очень бюджетно стоит. Кому 100 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, чуть больше. Аромат у него какой-то жвачки или конфетки приятный такой, жевательный. Ничего отталкивающего в нем совершенно нет. Там есть несколько оттенков, но, как мне показалось, это масло дед на губах прозрачно, поэтому разницы никакой нет. За такую цену я вам советую присмотреться. И второй продукт у нас тоже от Luxe Visage. Об этом продукте просто гремел YouTube вот какое-то время. Я чисто из-за этого его, наверное, купила. То, что все, вот каждый второй блогер об этом скульпторе рассказывал. Я подумала, что, блин, ну надо тоже попробовать. Тон номер два. Такой универсальный, как мне показалось, потому что он подойдет и на зиму, и на лето, когда вы загорелая, или когда у вас чуть белая кожа белее, нежели чем летом. Он тоже хорошо подойдет по цвету. Что касается упаковки, стандартная упаковка, она немножко хлипковата. То есть, если вы его кинете в косметичку, то он может запросто раскрыться или побиться. Но мы смотрим не на упаковку, потому что самое главное, как по мне, это продукт. Что касается продукта, здесь есть две пудры, затемняющая и высветляющая. Высветляющую мы наносим на все наши выпуклые места. Это лоб, это скулы, это подбровью и подбородок. А темный мы затемняем вот здесь и на лбу. Можно еще вот здесь пройтись по шее. Сам продукт очень сильно пылит. И это его большой, огромный минус. Чисто из-за него у меня, честно говоря, рука не тянется к нему. Когда я кисточкой набираю чуть-чуть продукта, у меня все вокруг находится вот в этой пудре. Так, у меня оса села на фотоаппарат. Надеюсь, вам там не слышно этого звука. Так вот, что касается белого цвета, я им, к сожалению, не пользуюсь. Я не высветляю никакие зоны. Максимум, что я делаю, это только темные пудры. Наношу вот сейчас в летний период на скулы, чтобы выделить их. Цвет идеальный, подобран очень классно. Я прям с этим не прогадала. Если вы средняя по цветотипу кожи, я вам советую вот этот тон 2. Он, мне кажется, самый средний, самый универсальный. Но по качеству настолько пылит. Вот честное слово, я вот не знаю. Я, конечно, им пользуюсь и пользоваться буду. Из бюджетных продуктов есть намного круче скульпторы, намного лучше качеством. Так не пылят. Например, если взять тот же эстрад, это просто открытие мое этого года, этой весны и лета. Советую вам присмотреться лучше к эстрад, нежели чем вот к этому от Luxe Visage. Но это чисто мое мнение. Так, ну что ж, и теперь мы переходим с вами к заказу с пудра.ру. Был заказ на косметику марка Эстрад. И один продукт у меня еще был Art Visage. Я все время забываю, как она называется эта марка. Давайте, наверное, с него и начнем. Оттеночный гель для бровей в среднем оттенке коричневым. Там есть светло-коричневый, коричневый и темно-коричневый. У меня такой, по-моему, тоже вот в таком же оттенке. Нет, у меня был светло-коричневый. Да, точно, у меня был светло-коричневый. И я в этот раз решила попробовать вот такой коричневый. Хорошая щеточка, небольшая. Пигментация у него средняя. Не забывайте, что это не тушь для бровей, это гель. Поэтому сильный вау-эффект на бровях, конечно, такого не будет. Особенно, если у вас редкие брови, например, как у меня. И мне хочется чего-то такого, чтобы было погуще, как тушь. От этого продукта ждать не стоит. Но по качеству и за его цену в 100 рублей это замечательный продукт. Если у вас редкие брови, я советую вам перед этим нанести тени для бровей. И только потом закрепить вот таким средством. Так, следующий продукт. А, кстати, я вас тут обманула. У меня есть еще один продукт от Organic Kitchen. Но я, наверное, в самом конце вам расскажу про него. Еще одно мое разочарование, которое настигло меня в этом заказе. Это марка Estrade. Потому что сейчас у нас пойдут все продукты от марки Estrade. Я не первый раз заказываю именно вот такой блеск. У меня, по-моему, из супер блестящей линейки есть. Он прям дает такой супер-супер эффект блесток. Особенно, если на солнце прям губы переливаются. В этот раз я решила взять Juliette. Называется линейка «Сияющий блеск». В оттенке 301. Он такой баклажановый, достаточно темный. Но я думала, что он все-таки будет полупрозрачный. Поэтому решила взять. Думаю, на каждый день подойдет. В итоге, у него достаточно сильная фигментация. Он наносится на губы, как, я бы сказала, такая жидкая помада глянцевая. Но он дико полосит. И ровно нанести его вот у меня лично с трех раз никак не получилось. Поэтому я им пользоваться, к сожалению, наверное, не буду. Оттенок очень красивый. Особенно на осень, на зиму он подойдет классно. Когда вы чуть-чуть выделяете глаза и делаете акцент на губы. Но вот чисто из-за его консистенции, я не знаю. Может быть, это только именно в этом тоне, в 301. Другие оттенки будут хорошо наноситься. Но этот мне, к сожалению, не очень понравился. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Пробовали вы вот такие блески, как они наносятся на губы. Мне будет очень интересно почитать. Следующий продукт, который меня очень порадовал. Предысторию расскажу. Недавно я, когда делала заказ перед этим, я заказывала тушь. Mon Amour линеечка черная. Самая классическая версия Estrat. Мне она вообще не понравилась. Она дико создает грязь на ресницах и также на области вокруг глаз. Глаз не удлиняет, не создает объема. От этой туши ничего такого хорошего не увидела. У нее достаточно большая щеточка. Для моих небольших глаз мне такой щеточкой пользоваться неудобно. Поэтому, в общем-то, я вам говорила уже и во влогах, что я осталась не очень довольна. В этот раз я решила попробовать вот такую новинку. Меня сразу привлекла вот эта упаковка. Во-первых, у них все классные упаковки. Oh My Doll. Вот у нее замечательная щеточка. Она силиконовая, она достаточно узенькая. Она классно создает такой драматический эффект супер прокрашенных ресниц. Я могу ее сравнить вот один в один с маркой от Artvisage тушь Chicago. Мне кажется, это вот две совершенно одинаковые туши, только упаковки немножко разные. Если вы не знаете, то напомню вам и расскажу, что марку Estrat создает у нас компания Artvisage. То есть это дочерняя компания. Поэтому тут я не удивляюсь, что продукты очень похожи между собой оказались. Вот эту тушь я вам всем советую, настоятельно. Она очень бюджетная. Девочки, обратите свое внимание. Ну, прям ты это, разговор что-то такая, прямо в мамочку пошла. В мамочку пошла. Мама говорит, что я очень разговорчивая. На маму похожа. Следующий продукт у нас, от которого я тоже осталась очень-очень довольна. Вот, знаете, тыкала пальцем в небо. Я не знала, какой будет цвет. На картинке нарисован один. Все-таки в жизни он пришел немножечко другой. Но я ни капельки не расстроилась, потому что цвет фантастический. Это у нас линейка Катрин. Стойкая губная помада. Она кремовая. У нее не матовый финиш. Но, опять же, если вы хотите от любой кремовой помады матового финиша, после нанесения вы можете промокнуть салфеткой и чуть-чуть припудрить ее. То будет идеальная матовая помада. И она будет носиться комфортно. Так вот, у меня оттенок, сейчас я вам скажу, номер 102. Очень красивый. Ньют, но холодный ньют. Не коричневый, не розовый. Он вот что-то среднее. Я не знаю, как вам объяснить. Очень красивый оттенок. Очень классно смотрится на губах. Хорошая пигментация. С первого раза губы прокрашивает отлично. Не полосит. Стоит она в районе 130, может быть, рублей. В общем, очень бюджетная, как и вся продукция от марки Estrat. Очень довольна. Я хочу еще попробовать один цвет. Не помню, как вот он называется. А это у нас называется, по-моему, свидание с незнакомцем. Девочки, вам всем советую. Присмотритесь. Ссылочку вам оставлю внизу в инфобоксе. И последний продукт у нас от марки Estrat. Я в первый раз решила попробовать тени. Я ни разу не пробовала от этой марки ни одно средство для глаз именно в качестве теней. В этот раз взяла попробовать. Это у нас однушечка. Линейка называется Carnaval de Couleur. И номер у нас 209. Я вам сейчас ее раскрою. Здесь есть вот такой спонжик малюсенький. Может быть, в походных условиях он вам и пригодится. Но для ежедневного использования, я думаю, что все это проще будет сделать кисточкой. И сам оттенок. Очень красивый такой баклажаново-сатиновый. Он не сильно блестит на глазах. И цветопередача у него тоже достаточно неплохая. Но все-таки, если вы будете наносить их пальцами, то цвет будет намного ярче, нежели чем вы будете переносить их кисточкой. Также я один раз пробовала наносить влажным способом. То есть, я чуть мочила кисточку в тоник. Но эффект, я честно скажу, мне не очень понравился. Потому что растушевать их было потом сложновато. Но вот как основной моноцвет, если вы не хотите, например, заморачиваться, сделать там на внешнем уголке. Внешне же это угол? Да, внешнем уголке глаз. Либо же, если вы делаете акцент на глаза, можно на все веко нанести цвет. Как бы мономакияж такой будет глаз. И какую-нибудь такую легкую помаду. Будет тоже очень красиво. И последний продукт на сегодня, я говорила вам уже ранее. Это у меня бальзам для губ от Organic Kitchen. Вот такая малышка. У меня уже это третий бальзам. Все разные ароматы. Мята, есть карамель. И в этот раз я взяла High Barbie. Здесь органическое розовое масло и свежий сок фуксии. Вот знаете, для меня, на первый взгляд, он пахнет жвачкой Bubble Gum. Только потом, если вы в него уже внюхаетесь вот так конкретно, то он напоминает что-то действительно такое вот цветочное. Но так, это что-то съедобное, сладкое, тоже очень вкусное. Я люблю бальзамы от Organic Kitchen. Они хорошо увлажняют губы, они очень бюджетные. Большое количество самого бальзама. Здесь 15 мл. Баночка очень удобная. С собой взять. Дома можно использовать, если кто-то не любит с собой брать такие, где пальцы надо ковыряться. Вам советую, бальзамчики присмотритесь. У них очень-очень классные. Ну что же, мои дорогие, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно пишите свои комментарии, что у вас было или что хотите попробовать. Будем с вами там общаться. Также я очень надеюсь, что вам не помешал лишний звук или звук ветра, который нас может сопровождать в течение этого видео. Я еще не знаю. Надеюсь, при монтаже этого видео все будет хорошо. Я вас всех целую и обнимаю. Желаю вам хорошего настроения. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.